Мы прибыли в конный клуб, но непростой. За моей спиной находится главная площадка конкурса красоты арабских скакунов. Здесь все по-другому. Здесь настоящая школа моделей. Сейчас в этом убедимся. Перемещаемся туда, где обитают звезды модельного бизнеса. Не преувеличиваю нисколечки. Это самая настоящая модельная школа для аравийских красавиц и красавцев. Кругом чистота и запаха нет. Закрыть глаза и ни за что не догадаешься, что ты в конюшне. Только если по звуку. Коню Хохмат нам показывает лошадь по имени Дрим. Мечта. Она чемпионка Австралии. Ее стоимость 500 тысяч долларов. Вот Ахмат пытается подозвать полмиллиона к себе. Они как будто не слышат. Не знает Ахмат, что к свистящему деньги не приходят. 14 лет длится карьера супермодели. А потом мечта рождает новую мечту, которой уже 10 месяцев. Вот живой пример того, что доллар растет на глазах. Инфляции не пахнет. Здесь, в конюшне, мы не услышали ответ на вопрос, ржет ли арабский скакун как-то по-особенному. Но то, что выглядит совсем иначе, видно сразу. Значит, смотрите. Арабский скакун. Что бросается в глаза? В глаза и бросаются большие и выпуклые. Зуб не смотрим. Смотрим на лебединую шею. Как она такой становится, расскажу позже. Небольшая пирамидальная голова, гладкая кожа, широкие скулы, большие ноздри. Но главное – это ноги. Эти ноги, как говорят арабы, пьют ветер. Пьют ветер. В этом поэтичном сравнении все отношение древних бедуинов к своему четвероногому брату и другу. Во время конкурсов красоты у скакунов оценивается благолепие головы и шеи, ноги, пропорции тела и изящество движений. А вот сейчас, внимание, для того, чтобы строго из жюри все это увидело, по периметру площадки расставлены специально обученные люди, которые профессионально шумят и резко двигаются. Аравийц пугается, начинает метаться, а судьи внимательно рассматривают. Петушиный хвост торчит, как видите, всегда при любом виде быстрого аллюра. Еще одна отличительная черта. Что касается звука. Аравийские скакуны здесь, в модельной школе, издают свое иго-го только перед обедом и когда мимо проводят кобылицу. А так не дождешься. Чем тоньше, тем красивее. Все как в модельном бизнесе. Видите, этот черный шарф – обязательный атрибут тренировки. Он для того, чтобы шея оставалась тонкой. То, что верхом на скакунах когда-то летали по пустыням, никто уже не помнит. Теперь только так. За машинкой и не очень быстро. Такой вот у любедушки фитнес. После каждой тренировки душ. По выходным всех везут в бассейн. Обратите внимание, как все проходит тщательно и бережно. В финале боди лоушен. После этого скажите, может еще что-нибудь удивить? Ну что, друзья, вводная процедура закончена. Возвращаемся в стойло. Да? Итак, объединяем все звуки здесь записанные. И под общим названием «Арабский скакун» помещаем на акустическую карту мира. Мы будем рады, если ты подпишешься на канал «Большого чемодана» и прямо сейчас отправишься с нами в следующее акустическое путешествие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова